В отличие от левой свертки, которая не способна работать с бесконечными списками, левое сканирование умеет делать это, поскольку обрабатывает результирующий список рекурсивно, конструируя его на каждом шаге рекурсии. С помощью левого сканирования можно реализовать много разных интересных инструментов. Давайте посмотрим на пример. Мы импортируем левое сканирование, потому что оно недоступно из библиотеки Prelude. Импортируем из модуля DataList. Теперь мы можем определить как список, бесконечный список значений факториала, функцию FACTS. Эту функцию мы можем вызывать, мы можем находить факториалы с помощью этой функции, просто обращаясь по индексу к соответствующим элементам. Ну, например, факториал 5 это 120, если мы хотим вычислить, скажем, факториал 50, мы можем это сделать, вот получается такое число. Возможно также с помощью левого сканирования считать, например, частичные суммы. Второй пример это частичная сумма. Как считается частичная сумма? Мы просто говорим, что передается некоторый список, а левое сканирование обеспечивает нам возможность просуммировать этот список. Сначала все начнется с нуля, потом 0 плюс 1 элемент списка, 0 плюс 1 плюс 2 элемент списка и так далее. Ну, давайте вызовем функцию частичного суммирования, например, на списке 1.10. Ну, вот мы получим последовательные частичные суммы нашего списка. С помощью такой функции частичную сумму можно, например, оценивать сходимость рядов. Например, из математики вам, возможно, известно, что обратные факториалы, сумма ряда обратных факториалов, сходится к числу e. Давайте попробуем визуально оценить скорость этой сходимости. Ну, сначала нам, конечно, нужно с помощью нашей функции, нашего списка факториалов, сформировать обратные факториалы. Это можно сделать с помощью функции map. Мы должны отобразить, обработать каждый элемент списка возведением в минус первую степень. Тогда мы получим обратные факториалы. Возведение в минус первую отрицательную степень. Хаскель обозначается вот таким вот образом. Обычная птичка используется для возведения в положительную степень. Вот, возводя, отображая функцию сечения функции возведения в минус первую степень на наш список факториалов, мы получаем бесконечный список обратных факториалов. Я его, естественно, выводить не буду. Дальше, следующее, что мы должны сделать, мы должны этот бесконечный список обратных факториалов посчитать частичные суммы. Но для этого мы должны вызвать нашу функцию частичных сумм. И записать либо вот таким вот образом, ну, либо поставить скобки. Но давайте сделаем еще более по-хаскельному. Будем использовать оператор композиции. Напишем вот такую вот конструкцию. Все три предложены именно варианты, естественным образом эквивалентный. Теперь мы получили бесконечный список частичных сумм обратных факториалов. Ну, для того, чтобы что-то вывести на экран, нам нужно взять какую-то конечную часть этого бесконечного списка. Ну, давайте возьмем 15 первых элементов. И поскольку мы здесь работаем с композицией функции, мы ставим точку в качестве разделителя между различными функциями, композицию которых мы используем. Ну вот, теперь все готово. Мы можем посмотреть, каким образом обратные факториалы сходятся к числу e. Ну, если вы знаете, как устроено число e, вы увидите, что где-то уже в районе 10 достаточно хорошее приближение, а в районе 15 приближения практически идеальные. Ну, понятно, факториалы очень быстро растут, значит, соответствующая функция сходится хорошим образом. Мы видим на этом примере, что наша левая свертка продуктивна. То есть она позволяет нам работать с бесконечными структурами и обращаться с помощью стандартных функций типа take к конечной части этих бесконечных структур. С левой сверткой такое сделать было нельзя, а вот левое сканирование, оно обладает этим замечательным свойством продуктивности.